Анастасия Кузьмина Завывающий ветер, гнущиеся к земле деревья, и это не кадры из фильма «О конце света». Ураган, который добрался в выходные до Урала, вихрем прошелся сразу по нескольким регионам, оставляя за собой человеческие жертвы и разрушения. Пик смертоносного циклона пришелся на Нижний Тагил. Там один человек погиб, десятки попали в больницы. Сорванные крыши жилых домов, поваленные деревья. Несмотря на предупреждения синоптиков и спасателей, предугадать точное время прихода урагана было невозможно. Камера, закрепленная на фасаде здания, зафиксировала, насколько резко начался шторм. Погода меняется за считанные секунды с полного штиля до шквалистого ветра. Свердловская область стала эпицентром непогоды. В городе Невьян в проливной дождь и сильные порывы ветра. Происходящее пугало даже тех, кто наблюдал за разгулом стихии из окна. Знаете, как мне страшно, да? Что-то сейчас чуть на меня упадет вообще тут-то, тьфу. А это уже Екатеринбург. Очевидцы сняли, как шторм начал раскачивать строительную люльку с рабочими на уровне 10 этажа. На машину дерево упало. Этот грозовой фронт пришел из Челябинской области. Там скорость порывов ветра достигала 25 метров в секунду. В Челябинске камера видеонаблюдения запечатлела, как чудом жертвой стихии не стала женщина. Вовремя заметила опасность. И через секунду на место, где она была, рухнул кусок крыши. Только что прошел внезапный ураган. А это уже Курганская область. Всего через несколько минут после шторма снова стоит безветренная погода и светит солнце. Правда, стволы берез торчат, словно огромные колья. Кроны повалил ветер. А на этой березе вообще была тарзанка. И по словам соседей, внуки буквально пять минут назад с нее спрыгнули. Вот видите, веревки. Сейчас пострадавшие регионы восстанавливают после удара стихии. Но синоптики дают неутешительный прогноз. Штормовое предупреждение продолжает действовать в ближайшие сутки. Силы средств МЧС России и муниципальных образований работают в режиме повышенной готовности. Успокаиваться природа не собирается. О приближении опасного фронта заявила МЧС Пермской области. Сегодня там ожидают шквалистый ветер и сильные дожди. Деревья вырваны с корнем. Повреждены крыши сотен жилых домов. Нарушено транспортное сообщение. Тысячи жителей остались без электроснабжения. Частично были обесточены металлургический комбинат «Евраз» и «Уралвагонзавод». В Нижнем Тагиле и Староуткинске введен режим ЧС. В результате урагана есть жертвы. Привлечена группировка в количестве 2900 человек, 300 единиц техники. Основные усилия направлены на восстановление электроснабжения в 25 населенных пунктах. С общим количеством проживающего населения 120 тысяч человек. Пострадало 9 человек. Из них четверо госпитализированы, из них один ребенок. Один человек погиб. Погибшим оказался 34-летний мужчина. Он приехал в гости к матери из Екатеринбурга. В результате сильного порыва ветра на мужчину упало дерево. Травмы оказались смертельными. Прокуратура сейчас проверяет, как проходило оповещение жителей Урала о надвигающемся урагане. Для людей что-то орут. Да, конечно, ураган. Помимо Свердловской области стихи обрушилась на Том-Тамансийский автономный округ, Челябинскую и Курганскую области. В регионе продолжаются ливни, град и сильные порывы ветра до 25 метров в секунду. В Челябинске только утром удалось восстановить электроснабжение трактора Заводского района. От шквального ветра пострадал один человек. Увидев, как ветер сносит крыши домов, водители в панике уезжали в обратном направлении. Внезапно за минуту налетело. Просто ветер был до этого. Там от нас ночью все вообще не видно ничего. На северо-западе России лето началось с заморозков и метелей. В Мурманской области закрывают дороги. А в Архангельске продлили отопительный сезон. В Заполярье еще даже не наступила весна. Непогода и в центре европейской части страны. В Пинде идет град с размером, как, наверное, две горошины, даже больше. Вот это июнь.